добрый день мои дорогие любители вязания сегодня мы с вами поговорим о том как можно применить очень простой квадрат для наших идей для наших изделий в первых видеокадрах вы видели жилет вот он на мне у меня просто было несколько моточков пряжи вот она вот такая это у меня хлопок с коноплей я уже даже не помню по толщине надо посмотреть где-то найду я напишу на видео какая толщина этой пряжи и нашла еще вот такой у себя это хлопок чистый хлопок тоже не знаю по толщине я подобрал так чтобы не подходили и переднее полотнище у меня два выполнены в квадратах а спинку я выполнила вот таким вот незамасловатым узором сеткой вязала я сбоку с боковой части и вывязывала пройму затем горловину и с одной в другой стороны по центру я потом их просто связала между собой но это все делалось не просто так а на основе выкройка то есть вот у меня есть выкройка допустим переднего полотнища да у меня здесь есть вытачка это не жилет это просто было кусочек там другой вещи потому что на коротковато я удлинила и и у многих вопрос как сделать вытачку для кого это необходимо ну вот я покажу как я сделала вот у меня это вытачка вы видите здесь у меня как бы не хаотично здесь у меня ровненькое соединение квадрат то здесь они хаотичны я просто выкладывала свои квадраты таким образом а там где мне не дохватало я довязывала вот такие вот маленькие кусочки но хочу сказать что может быть это не совсем правильно можно сделать вот каким образом просто выложить все квадратами заполнить и эту же вытачку только потом уже в готовом изделии сложить и вот это вот часть которая у нас останется кому не жалко померить сначала конечно нужно чтобы все это получилось срезать и потом обвязать край чтобы он не распустился тогда наверно будет более мне так хлопотно потому что нужно подбирать вот эти вот кусочки до чтобы их выложить хорошо ну а вот у меня это у меня изнанка а это у меня лицо соединяло я иглой по изнанке сшивала просто сшивала иглой лицевая часть смотрится так сеточку мы с вами тоже у меня есть выкройка спинки вот она выкройка спинки я набирал с боковой части и вот таким вот образом постепенно добавляла затем обвязывала все стороны и связала вот две планки одну планочку с петельками другая планочка я пришила пуговички как вязать эти петельки то есть опять таки если мы вяжем с вами вот таким образом здесь просто мы вяжем воздушные петли а на обратном пути там где были воздушные петли мы их провязываем столбиками без накида квадрат простой сейчас мы с вами его разберем принцип работы то есть это может быть как жилетка это может быть все что угодно это может быть и платье это может быть бомбер это может быть сумка то есть все зависит от вашей фантазии от качества пряжи да и вашего желания так давайте сейчас вами я надеюсь все сказала по весу я не взвешивала не знаю у меня было 200 грамм вот такой вот 100 грамм 200 грамм таких 100 грамм таких добавила но у меня еще осталось черного не осталось а вот серенький остался но я 200 грамм потому что ушел на вот эту яркую желтую нитку будет вполне достаточно на жилет ну и давайте перейдем к самому квадрат 1 воздушная петелька крючок у меня по моему 1 и 5 и я вижу еще 4 петли 2 3 4 замыкаем колечко так хвостик пропускаю вдоль нашего кольца первые три воздушных петли соответствует нашему столбику накид захожу в кольцо и вижу еще два столбика то есть в наборе у нас 3 далее 3 воздушных петли накид и опять-таки 3 столбика 1 2 3 3 воздушных накид и опять 3 столбика то есть в итоге мы должны с вами получить 4 набора и 4 арки то есть это 4 угла и так смотрим мы с вами получили смотрите 4 набора по 3 столбика последние 3 воздушных петельки в данном случае мы должны перейти на другой цвет пряжи у меня это черный у вас это может быть по вашему желанию или то что у вас есть в наличии я захожу в третью петельку подъема смотрите вот эту подтягиваю и я уже сейчас соединяюсь черной петлей вот этот хвостик у меня как бы остается я вижу три воздушных петли вот подтягиваю я ее не обрезаю а оставляю 3 воздушных петли и еще одна воздушная петля потому что перед между наборами будут по петельке зашла в угловую арку при этом я ввязываю хвостик 3 столбика с одним накидом 3 воздушных накид и еще 3 столбика 1 2 и 3 так теперь смотрите мы должны перейти на следующий угол когда мы переходим от угла к углу я вяжу одну воздушную петлю накид и захожу в следующий угол вот этот хвостик мы с вами уже можем обрезать чтобы он нам не мешал или в конце допустим вязание я обрежу перехожу в следующий угол в этом углу я повторяю все точно так же три столбика 1 2 3 3 воздушных накид и еще три столбика 1 2 и 3 опять таки 1 воздушная петля переходим на следующий угол выполняем наш набор столбиков и так смотрите первый угол второй третий вот четвертый угол отсюда мы сами выходили под наши первые три воздушных как бы первый столбик 3 воздушных арочка накид и вот в эту арку я вяжу еще два столбика 1 и 2 но так как мы с вами уже связали в начале вязания столбик теперь я просто беру ниточку другого цвета эту мы подтягиваем захожу в третью петельку подъема и вяжу соединительную петлю вот так видите мы с вами как бы завершили наш ряд перешли на следующую цвет ниточки с этой точки я могу опять таки связать три воздушных накид вот в эту арочку из одной воздушной петли я провязываю еще два столбика в итоге мы получаем наш набор одна воздушная петля накид и угол в углу три столбика три воздушных и опять три столбика накид и то есть все мы с вами повторяем основные моменты о том что мы как переходим от пряжи к ряже от цвета пряжи к другой пряже вот здесь между углами у нас видите вот одна воздушная здесь была одна воздушная а именно угловые по три довязываем этот ряд и так обошла я все по кругу смотрите у меня осталась одна последняя петелька арочка и я с изнаночной стороны подтягиваю другого цвета ниточку захожу в третью петельку подъема и провязываю подтягиваю рыжую нитку и теперь прям черная нитка другого цвета какая у вас я начинаю вязать у нас что получается получается это мы связали самый первый столбик под этой арочкой 3 воздушных воздушная петля это арка и опять заходим то есть как вы понимаете вот так чередуя цвет пряжи мы с вами можем связать как и маленький то есть вот этот уже квадрат принципе уже тоже может быть применяться мы здесь просто можем последний ряд обвязать столбиками без накида и получить уже готовый мотив для соединения да мы можем с вами связать у меня получалось что три ряда рыжих вот и потом я этот последний рыжий ряд обязывал столбиками без накида и соединила но это может быть и 3 4 и 5 все зависит от того что вы хотите получить ну больше я думаю вязать смысла нет потому что и так все очень понятно предельным единственное что опять таки хочу если мы завершили вязать наши квадраты то есть вот с этой точке я сделаю петельку подъема и теперь заходя в каждый столбик нижнего ряда вяжу столбики без накида подарочка 1 здесь у нас с вами три столбика так как у нас идет три столбика с накидом значит будет три столбика без накида здесь у нас с вами арка поэтому я вяжу первый столбик второй столбик я сделаю воздушную петельку и под эту же угловую арку еще связать два столбика и далее мы с вами все повторяем то есть вот этот воздушная петелька нам потом дают возможность соединять иглой наши квадраты кто хочет может сразу соединять и крючком но я думаю это будет немножко сложно потому что все-таки конфигурация у нас определенно есть да по поводу половинки вы видели что у меня в передней части идет половинка вот смотрите соединили и все то есть ничего сложного нет если мы вяжем по кругу то сейчас мы понесем вязать поворотным вязанием просто поднимаемся поворачиваемся и вяжем половину на этом моменте с вами прощаюсь понравилось ставьте лайки подписывайтесь вам творческих успехов успехов Продолжение следует...